Между самоуправлениями Рижским техническим университетом будет подписан договор о сотрудничестве. Такое решение было принято депутатами самоуправления на очередном заседании Комитета по культуре и образованию. Договор предусматривает проведение научно-исследовательской работы при активном содействии самоуправления. Он также обеспечивает возможность студентам Рижского технического университета проходить практику в учреждениях городской думы или на муниципальных предприятиях. Следует отметить, что несколько лет назад договор о сотрудничестве был подписан между муниципалитетом и Дагубовским университетом. В ходе заседания депутаты проголосовали из-за выделения 350 латов из муниципального фонда общественных организаций на издание детской книги «Светлячок». Автором этого сборника сказок, рассказов и стихотворений является догупелчанин Станислав Володько. Одно из своих поэтических произведений по просьбе депутата Евгения Царева он прочел присутствующим. Как-то раз собравшись стали, звери хвастаться хвостами, выставляла хвост лесами, у меня пушистый сам, обезьяны вслед за ней, а мой хвост зато длиннее. Зло в бодерне тратил даром, по воде хвостом ударил, и всех очень удивило, что хвостелись столько сил, не найдя в нем прокутоку, хвост поджать осталось плохо. Председатель комитета по культуре и образованию Янис Дукшинский отметил, что данная книга предназначена для учеников младших классов и будет передана школьным библиотекам. Рассмотрев заявленные в поездке дня вопросы, Янис Дукшинский проинформировал своих коллег о том, что в следующем году в Даугубелсе пройдет праздник песни и танца сеньоров Латгалии. В многих городах Латгалии каждый год проходят такие мероприятия, и в Краславе, и в Баловых, и в Карцеве были, и в очередь пришло к Даугубелсе, было предложение, сможет ли город организовать. На следующем году довольно много других мероприятий есть, мы рассмотрели возможность и решили, что это может быть 26 июля 2014 года. К нам приедут сеньорские коллективы со всей Латгалии, со всех регионах Латгалии, городов, властей, где-то около больше, чем тысячи участников. Вице-мэр также проинформировал депутатов о том, что в городе создана новая общественная организация «Латвия-100», одна из главных целей которой заключается в создании и установлении памятников в Даугубелсе в честь нашего государства. Какой будет памятник, с каким девизом, именно место, вот, это общественная организация должна будет разработать. Конечно, сейчас могут любые общественные организации, юридические лица вступить как члены в этой организации и начинать работу по средствам, по идеям. Художники, архитекторы должны заниматься этими тоже вопросами, чтобы обсудить, чтобы прийти к какому-то единому цели и потом уже, ну, реализовать этот проект. На сегодняшний день основными учредителями общества являются Даугубелска и Кровая Думы, а также общественные деятели. Принять участие в работе организации и стать ее активистом может каждый из нас. Главное, чтобы было желание сделать что-то хорошее для своего города и своей страны.